Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о новостях Верховного Суда. Но, скажем так, это новости, которые произошли в этом, в текущем 2022 году. И это те нормативно-правовые акты, которые значительным образом формируют практику по конкретной категории дел, которые рассматриваются судами общей юрисдикции. И сегодня мы поговорим о трех конкретных документах, которые полностью меняют практику применения и соответствующим образом их необходимо знать как профессиональным юристам, так и гражданам, которые в суде отстаивают, защищают свои права и так далее. Итак, вопрос первый. Это постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2022 года номер 33. И это постановление Пленума, оно о практике применения судами норм о компенсации морального вреда. В данном постановлении раскрывается понятие морального вреда, раскрывается понятие субъектов, которые могут требовать компенсации морального вреда и соответствующим образом субъектов, которые несут ответственность за компенсацию морального вреда. Раскрываются вопросы методики расчета и какие положения необходимо учитывать при расчете морального вреда, какие факторы, факты, обстоятельства и так далее. Раскрываются вопросы возмещения морального вреда при застрахованной ответственности и так далее. Очень глубокое, очень интересное, поэтому если у вас возникают вопросы о моральном вреде, конечно необходимо обращаться к этому постановлению. Следующее постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 8 ноября 2022 года о применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. То есть это Пленум по ОСАГО. И поскольку ОСАГО у нас касается многих автовладельцев, то конечно же эти вопросы очень интересны будут тем, кто интересуется, во-первых, этими вопросами. И конечно же для тех, кто пытается взыскать компенсацию соответствующую со страховых компаний, у кого есть судебные споры или для вообще широкого круга лиц, которые являются автовладельцами и потенциально могут стать участниками тех или иных судебных разбирательств со страховыми компаниями. Ну и конечно для самих работников страховых компаний тоже будет не безинтересно, каким образом формируется практика данным постановлением. И следующее постановление, оно весьма интересно для тех, кто интересуется, скажем так, правосудием в целом, кто вовлечен в судебное производство в порядке гражданского производства, уголовного, административного, в порядке КАС, арбитражного и так далее. То есть это постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации еще от 28 июня 2022 года, но пока оно широкую известность не получило, а очень интересное. И мы будем в дальнейших роликах его подробно разбирать. О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях против правосудия. Это очень серьезные статьи, они затрагивают широкий круг лиц, это и правоохранительные органы, и судейский аппарат, и граждане и так далее. Поэтому, дорогие друзья, будет не безинтересно познакомиться с этим постановлением Пленума. Настоятельно вам рекомендую. И, дорогие друзья, конечно же, мы в своей практике при подготовке исковых заявлений, при подготовке апелляций, касаций, жалоб в порядке надзора по вновь открывшимся обстоятельствам, при подготовке новых исков с иным предметом, с доказывания, с иными основаниями иска, при подаче уточненных исковых заявлений, при заявлении ходатайств, при осуществлении прогноза на тот или иной судебный процесс, Конечно же, как профессиональные юристы, всегда пользуемся теми установленными правилами рассмотрения дел и правилами толкования норм материального права, которые установлены именно профильными постановлениями Пленума Верховного Суда. Поэтому я и советую вам при той или иной категории судебных споров обращаться всегда к постановлениям, включать их во все документы, которые вы готовите по делу. Ну а если вам нужна практическая помощь профессионала в подготовке данных документов, то пожалуйста обращайтесь, конечно с удовольствием вам поможем в составлении исков, апелляций, касаций, иных документов, если надо консультация и соответствующим образом помощь в процессе. Пишите по контактам, которые опубликованы в описании к видео. Удачи вам в ваших делах. Счастливо! Спасибо!